Здравствуйте! 14 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей первой национальной премии «Гражданская инициатива». От Архангельской области на премию в номинации «Семья будущего» был выдвинут Совет отцов Архангельской области. Папы Архангельской области заняли первое место в интернет-голосовании и вошли в число номинантов национальной премии «Гражданская инициатива». Председатель общественного движения Совет отцов Архангельской области Андрей Есипов у нас в гостях. Здравствуйте, Андрей! Хвастайтесь, показывайте диплом. Ну вот такой у нас дипломчик, подписанный Кудриным, который является основателем «Гражданской инициативы» и своего фонда, который все это учредил. Номинация «Семья будущего». Вы стали номинантами. Да. Но это ведь еще не только начало, да? Ну, я думаю, надеюсь. У вас первый такой большой диплом, такая крупная награда, я имею в виду на федеральном. Ну, скажем так, это диплом, наверное, первый за пределами региона. То есть внутри региона у нас были благотворители года и прочие другие награды, но вот за пределы регионов на таком уровне мы уже вышли в первый раз. Ну, будем надеяться, что вы и лауреатами через год уже, да? Ну, будем стремиться. Да. Вот скажите, не так много ведь известно о вашей деятельности? Ну, хотя, конечно, тем, кто этим занимается, достаточно. Давайте вспомним, как это все начиналось. Рассказывайте. Ну, все это началось гораздо раньше, чем образовался Совет Отцов Архангельской области. А он образовался? Он образовался осенью 2009 года. Началось все где-то в головах, началось в 2007, наверное. Вот, но если углубляться, то еще раньше, в принципе, да? То есть в 2007 году тоже довелось побывать на одном знаковом мероприятии в Москве, где собрались со всей Россией люди, озабоченные благотворительностью, социальными проектами. И вот там удалось пообщаться с людьми, которыми этим занимаются хорошо и давно уже, и поэтому как-то появилось желание попробовать себя тоже в этом. И в 2008 году было организовано движение «За социально ответственный бизнес», куда вошли представители бизнес-сообщества разного уровня, которые занялись благотворительными проектами для детей, находящихся в трудножизненной ситуации. Это детские дома, детские социальные центры, приюты и так далее. Просто благотворительные мероприятия, собирали подарки, ездили, дарили, делали детям праздник. Но все это здорово, замечательно, но, как выяснилось, проблем-то это не решает, в принципе. Да. Но вот вы после вот этой конференции в Москве приехали сюда, да, собрали единомышленников. Да, и вот первым проектом, который у нас был крупным, начали готовить это автопробег «Поможем детям по морю», который уже семь раз проходил на территории Архангельской области. Мы сразу замахнулись масштабно, сразу на область. Но все получилось, потому что была и поддержка власти неплохая с первых уже дней. И бизнес, общество откликнулось очень хорошо, поддержали крупные компании. Ну вот мы первый автопробег сделали, поняли, что первый блин комом не получился, а эйфория какая-то захлестнула, и решили продолжать дальше. И результат почувствовали. Да, результат почувствовали. Он был такой достаточно весомый, и помощь оказали, и детям вроде сделали праздник. Ну и сами, конечно, получили массу удовольствия от этого, потому что когда делаешь добрые дела, то в принципе это не только благо для того, кому помощь оказываешь, но и на самом деле благо для того, кто делает это. Конечно. Андрей, вот вы говорите «мы», «мы» — это кто «мы»? «Мы» — это вот первоначально 13 человек, которые потом и организовали костяк Совета отцов Архангельской области. Это представители бизнеса, общества, руководители компаний, индивидуальные предприниматели компаний там разного уровня, там есть и очень крупные, есть и маленькие совсем. А сейчас вы сколько? Сейчас нас 20 человек. Тоже немного? Тоже немного, но мы не стремились никогда внутри наполниться очень большим количеством людей. Тут, наверное, в первую очередь надо думать о качестве. Да. Вот, и как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, а вот нет и вожаков, да? Да, гигантомания не страдает. Поэтому, да, мы решили не наполняться внутренне, а сделать ставку на распространение по области за счет создания организаций на местах, то есть в районах, в городах. Те уже, в свою очередь, создают в школах, в детских садиках, во дворах. То есть такое распространение, такой некий сетевой маркетинг. Ну вот я знаю, в Северодвинске есть Совет отцов, а еще где? В Северодвинске, в Архангельске есть отдельный Архангельский Совет отцов, есть в Вельске Совет отцов, Совет отцов Красноборского района, Совет отцов Устьянского района, в Няндаме после последнего форума отцов, четвертого был создан Совет отцов Няндамского района, Совет отцов в САФУ даже создан. Сколько у нас активных мужчин, оказывается. Да, ну и есть, как бы, в некоторых районах уже есть желание, но пока все упирается в поиск лидера, потому что без лидера тут, как бы, немножко сложно начать. Даже если есть поддержка сверху, то все равно лидер нужен. А скажите, что же это все-таки у вас за мотив созрел в головах? Что же за мысль созрела, что вы решили все-таки иметь совет отцов именно? Мы ездили по детским учреждениям, делали детям праздник, видели детские глаза, они были во время праздника благодарны, а по жизни-то они были достаточно грустные. То есть у детей серьезные такие ситуации жизненные, кто-то без семьи, кто-то, наоборот, имея семью, и таких стало очень много, сам находится в детском доме, то есть социальных сирот. На сегодняшний день до 90% детских домов доходит. То есть это говорит о том, что родители перестают нести ответственность за своих детей, и этот процесс приобретает катастрофические масштабы, что в принципе в дальнейшем скажется на всем, на экономике, на социальном положении в стране. И поэтому мы решили немножко поменять вектор нашего движения, и оставив в своей составляющей благотворительное направление, мы стали еще пропагандировать ответственное родительство. Но родительство, а почему именно отцы? Ну отцы традиционно в силу разных событий в мире, мировых событий, они выпали из процесса воспитания, потому что стало мнение об обществе муссироваться, что это добытчик, который должен материально обеспечивать, а дело воспитания это чисто женское дело. Вы с этим не согласились? Мы с этим не согласились, потому что видим результаты вот этого мнения, потому что мужчина, он закладывает в ребенка с детства мужскую модель поведения. Существует две, женская и мужская, и поэтому в жизни нужно иногда пользоваться одной, иногда другой. Если одна отсутствует, то ребенок к себе начинает придумывать эту модель. Она не всегда правильная, потому что он опирается на ориентиры или вычитанные, или увиденные где-то во дворе, но не понятые им до конца. Ну вот и результат мы, в общем-то, видим, да? Да, ребенок, который вырос в семье без отца, и для него эта норма, он абсолютно нормально будет считать, что если он также создаст семью, потом уйдет из нее, создаст новый, опять уйдет из нее, и так будет плодиться много детей, которые живут в неполной семье. Вот вы сейчас говорили, что вы даже не делали ставку на благотворительность, на то, что вы дарите подарки детям, а именно на воспитание. Именно на воспитание, и даже не воспитание детей, а воспитание именно отцов. Вот даже не на перевоспитание тех, кто уже есть отцом, а больше, наверное, на ставку делать на воспитание следующих поколений отцов, которые будут жить с детства, понимая, что к своим детям надо будет относиться ответственно. Значит, вы определенные мероприятия, акции, вот себе продумываете себе план, чем вы занимаетесь? Ну, у нас разноплановая абсолютно деятельность, то есть у нас есть и патриотические мероприятия, и спортивные мероприятия, и профориентационные мероприятия. Турслеты проводите, да? Турслеты, да. У нас есть мероприятия, которые вошли в рамках традиционных. Это наш автопробег, это письмо Деда Мороза ежегодное, это турслет ежегодный. Много лет подряд это проводится, теперь это уже форум отцов, день отца. То есть совпало, что в 2009 году мы образовались на рубеже сентября-октября, и тут же осенью губернатор обозначает праздник Денеца Арханской области. То есть такое движение вот как-то сверху и снизу, оно сошлось в одной точке. Поэтому, наверное, достаточно результативная у нас деятельность получилась. Я знаю, что есть юридическая консультация, работает в САФУ, это тоже ваша инициатива. В общем, название очень красивое, «Право быть отцом». Что вкладываете в это понятие? Ну, это возникла по большой надобности эта консультация, потому что когда мы начали свою деятельность, мы сильно пропагандировали себя, то есть это везде информация расходилась, и обрывали люди телефон именно по юридическим вопросам. По семейным вопросам, да? По семейным вопросам, да. Отцы обрывали телефон из разных районов Архангельской области, из глубинок, это все, то есть меня лишают там возможности видеться с ребенком. Действительно, это проблема, ведь отцов где-то ущемляют в воспитании. Ну, как правило, да, потому что сложилось мнение, что мама — это первый человек для ребенка, а папа, он как бы где-то на заднем плане. Растемья распалась, мама так мстит мелко, не дает видеться. Может быть, в каких-то ситуациях, конечно, есть и месть, да, в каких-то ситуациях. Просто по каким-то другим причинам, ну, например, если мы возьмем даже название, да, комната матери и ребенка, комната отца и ребенка, нет, да, магазин в отделах, мать и дитя, она отец. То есть отец как-то вот он отодвинут, он вообще не звучит. Ну, это общемировая тенденция, то есть во всем мире отцы так. Наша страна еще в конце, так скажем, этого процесса идет, потому что Великая Отечественная война, она образ мужчины-освободителя, завоевателя, защитника, она еще долгое время держала чисто из-за войны. Но потом мы вошли в русло вот этих экономических и социальных процессов всего мира, и, в принципе, институт отцовства у нас, так скажем, провалился. Да, ну вот к юридической консультации. Да, право быть отцом, мы долго искали человека, который мог бы этим заняться, потому что в нашей сфере в основном были предприниматели, которые к юридическим... Здесь юрист нужен был. Да, здесь нужен был юрист, потому что здесь нужно грамотно все людям объяснять, помогать. Поэтому как только у нас появился юрист Андрей Валерьевич Балеевский, да, он сам наш нашел, сам на нас вышел, говорит, вот хочу с вами работать, хочу войти в состав Совет Отцов, я юрист. Ну, мы поняли, что вот оно, мы получили того человека, и под него мы создали такой проект, это называется «Право быть отцом». Это проект совместный с Северным федеральным арктическим университетом. Работает он на базе Центра общественных инициатив, который создан в СОФУ. И вот там Андрей Валерьевич ведет прием в определенные часы на телефоне всегда. То есть обращений очень много. Я знаю, что за прошлый год только 30 человек написали благодарность на имя Андрея Валерьевича, губернатора нашего, да, и губернатор его наградил благодарностью, по-моему. Да, вот я когда с ним разговаривала, он говорил, что даже звонил отец из Орловской области, тоже отстаивал свои права на свидание с ребенком, и ведь выиграли дело, да, и он защищал его интересы. Потому что мама проживала здесь в Архангельске, почему он из Орловской области? Он сам из Орловской, а мама из Архангельска. Поэтому мама, когда семья распалась, привернулась сюда с ребенком и, как вы сказали, начала мстить, да, сказала, что все, ты больше ребенка не увидишь. Но мужчина не согласился с этим, вышел на нас, пообщались они. Андрей Валерьевич представлял его интересы в суде, ну и в результате все, ребенок видится с отцом, ездит к нему в Орловскую область, отец приезжает и сюда видеться с ним, то есть все нормально. То есть надо только захотеть. Да, ориентирую этого ребенка в жизни мужской есть, то есть есть на что ориентироваться. Пусть папа не всегда близко, но он всегда есть на связи по скайпу, по телефону, а то и просто приезжать в гости. Да, вот вы четвертый раз уже проводите конференцию отцов, отцы не только ведь теперь уже ездят из Архангельской области, но даже из других городов и даже республик, то, что вот было в Няндаме, да? Да, впервые вот в этом году к нам приехали другие регионы, это Вологодская область, наши соседи, что примечательно, что в Вологодской области нет совета отцов, но там есть 2002 года, день отца в городе Череповце он начался и перекинулся полностью на Вологодскую область. Это новейшая история, это первый город, который именно день отца стал праздновать в России. В этом году приехали отцы Татарстана к нам, то есть там движение очень сильно развито. Вот Балтасинский район, откуда приехали отцы, там в каждой школе есть совет отцов, то есть там они очень здорово работают, у них власть их объединяет, там много очень интересных проектов, вот они презентации представляли, конечно, вот полезно очень встречаться, потому что одна голова лучше, одна хорошо, а много лучше, то есть мы у них что-то очень многое взяли, и они от нас что-то взяли, теперь вот они наши там внедряют, мы у них пытаемся. Ну вот недаром вы все-таки были выдвинуты на этот конкурс, гражданская инициатива, и получили диплом, и стали номинантом в номинации «Семья будущего», потому что действительно у вас есть такой передовой опыт, и вы являетесь примером для других городов. Это такие некрасивые слова, действительно. Ну может быть и так, мы с многими регионами общаемся, и многим советом отцов, советом отцов мы помогли даже создаться в создании, то есть совет отцов города Азова, недавно возник, хотели они приехать, но не получилось у них. Потом совет отцов, наши соседи, Ненинского автономного округа, совет отцов Ижевска, Иркутска. То есть движение распространяется так хорошо? Да, это распространяется, не то, что там благодаря нам, да, оно просто вот как-то одномоментно стало распространяться везде повсеместно, то есть, наверное, проблема на самом деле назрела. Когда ты не один, это все-таки легче уже. Да, когда есть опыт, то уже дальше по протаренной дорожке идти гораздо легче. Вот вы очень часто говорите, в том числе на конференциях, об ответственном отцовстве, да. Отец — это ответственная должность, да, вот такая формулировка. Ну есть такая, да. Что это? Каким должен быть ответственный отец? Ну, отец должен понимать, что самый сильный воспитательный фактор — это личный пример. То есть можно говорить, а делать по-другому, и ребенок никогда не будет твои слова воспринимать, потому что увидит другой пример поведения. Поэтому у нас Владимир Михайлов есть, представитель Совета Отцов города Архангельска. У него там даже есть такая фраза, когда мы переписываемся, у него эта фраза стабильно всегда в письме есть. Помни, когда-то ребенок будет ориентироваться на твои поступки, а не на твои слова. То есть вот так оно и есть. Поэтому ответственное родительство — это отец должен не только ограничиваться тем, что он принес деньги, и дети у него накормлены, напоены, да. Он должен быть в курсе всех дел своего ребенка, чтобы проводить с ним как можно больше времени, потому что даже любое времяпровождение совместное, любая совместная деятельность, она сближает, и в дальнейшем у них будет очень тесный контакт до самой старости, так скажем. Да, то отцы потом некоторые начинают убежаться, почему меня забыли, я сижу один дома. А сколько ты времени уделился? Да, есть даже такой анекдот, там, папа, помоги мне тут, объясни, не могу ребенок, там, дела, работа, там, дача, бизнес. Машина? Да, а потом, сынок, ты когда ко мне приедешь? Не могу, папа. Да, да. Дела, бизнес, работа, семья. Да, очень действительно, показательно. Нужна ли вам помощь вашей организации и от кого? Ну, от помощи, конечно, мы не будем отказываться и не отказываемся, да. То есть у нас есть вот эти мероприятия, которые иногда требуют не только материальных вложений, да, но и организаторских каких-то. Это просто помочь, например, ну, сходить с детьми куда-то, да. То есть вот мы все мечтаем сходить на подводную лодку, детей сводить, да. У нас есть такая направленность, военно-патриотическая. Ну, вам надо просто взять в членство директора завода. Ну, вот, да, но не все так получается быстро, да, то есть люди занятые. Поэтому мы вводим детей там в милицию, знакомим их с... Вы каких детей? Это вот из детских домов? Да, наш контингент — это дети из социально-реабилитационных центров и приютов, да. Мы их взяли как, ну, как инструмент, как объект для воспитания, для... Те, кто, в общем, обделены мужским вниманием. Да, которые обделены мужским вниманием. В то же время на них мы показываем всем остальным, что вот детьми надо заниматься, вот это можно сделать. Можно это сделать, не нравится, это сделайте вот так. То есть просто что-то делайте вместе. Вот такой, как бы, призыв у нас идет. Поэтому помощь, она всегда нужна, в принципе, любая, да, вот, например, искали юриста, не было юриста, нужна была. Появился юрист, сразу мы сделали проект под это. То есть если появится еще какой-то человек, который сможет чем-то обогатить наше движение, да, то мы, естественно, не будем отказываться. Ну, вот знаете, для того, чтобы действительно чем-то заниматься с детьми, это ведь сколько раз вы там в месяц, ну, раз в месяц вы, наверное, проводите какие-то мероприятия? Ну, у нас по-разному, бывает по 12 мероприятий в год, бывает по 24, то есть... Это ведь надо самому быть очень таким активным человеком, не лежать на диване, да, как образ мужчины? Ну, прежде всего, прежде всего, да, но многие ведь мы начинаем жизнь с понедельника, и мне это тоже знакомо, да, ладно, с понедельника начну, а понедельник все никак не начинается, да, не приходит. Поэтому здесь надо какой-то вот на первых порах сделать над собой усилие, вот, но для того, чтобы сделать над собой усилие, надо просто принять, что это нужно, да, то есть если ты понимаешь, что нужно что-то сделать, да. Тогда потребность, да, потребность, да, сначала просто себя заставить принять, да, и объяснить себе логически, что это надо, да, потом, когда ты начинаешь этим заниматься, это втягивает, ты видишь отдачу, видишь результат. И я, например, даже сам, как родитель за эти пять лет, вырос для своих детей, потому что я занимаюсь этими делами. То есть я был предпринимателем, я абсолютно не имел какой-то научной подкованности, хотя когда-то в прошлом я учитель, не имел научной подкованности именно, почему так нужно, почему ребенок нужен там, я думал, ребенок нужен, отец нужен мальчику. Это такой домысел, на самом деле. Да, шаблон, который на самом деле, да, мальчику он нужен, но девочке, оказывается, он тоже нужен. И мне ученые люди объяснили, что если отец в конце дня просто обнимет свою дочь и погладит ее по спине, он снимает, особенно в подростковом возрасте, ненужное сексуальное даже напряжение. То есть она успокаивается и у нее все хорошо. Для меня это было открытием. Но я вот много что вот такого открыл для себя, каких-то мелочей, каких-то глобальных вещей. И поэтому я до сих пор как бы работаю над собой и в отношении своих детей тоже. День отца в Архангельской области официально уже введен в такой в областной календарь, но всероссийского дня отца нет, да? А я знаю, что у вас есть такие предложения, грандиозные планы. У нас есть задумка, чтобы сделать всероссийский день отца, ведь день матери есть всероссийский, да? Логично сделать день отца, потому что вот это движение, оно идет, набирает обороты. Поэтому мы хотим предложить правительству Российской Федерации именно день отца, который празднуется у нас 3 воскресенья ноября. Мы считаем это наиболее логичным, потому что 4 воскресенья ноября день матери. И вот эта декада семейная, как в Архангельской области, она вся наполнена всякими различными семейными мероприятиями. Если это сделать по всей стране, то это было бы логично, и не было бы разброда какого-то, да? Когда вы выступите с этой инициативой? Вот мы с этой инициативой выступим, наверное, в начале 2014 года. Недавно проходила городская конференция отцов, и на ней в резолюции тоже был принят этот пункт, что выйти на Совет отцов Архангельской области с инициативой. Такое установление даты для Всероссийского Совета. Здорово, если мужчина Архангельская будет инициаторами Всероссийского праздника. На форуме отцов в приветственных письмах других организаций дружественных прозвучало, что Архангельск задано сделать пара штабам отцов России. Мы об этом думали с самого начала, с 2009 года, но понимали, что эта задача очень такая объемная, что надо какой-то опыт наработать внутри. Это будет еще один бренд северный, такой хороший. Не все с неговиками гордится. Хорошо. Спасибо. И в конце блиц небольшой. Сколько времени, по-вашему, должен проводить отец с детьми? Я думаю, что здесь времени... Не должно быть какого-то ограничения по времени, по возможности, по желанию. И тут главное, опять же, не количество, а качество. Любимое ваше изречение или девиз? Под лежачий камень вода не течет. Как вы любите проводить время со своими детьми? В общении различного рода. Это может быть за футбольным мячом, это может быть даже за компьютерными играми, хотя я не играю. Это может быть за просмотром фильмов. Это может быть, когда я везу детей в школу утром и на работу еду сам, по пути их завожу. То есть это любое время. Многие считают, что надо сесть, посадить детей на диван после школы. Специально отведенное время. Да, и ходить, и ему разум мой учить. Делай так, а так не делай. Нет, это абсолютно неправильно. То есть для того, чтобы общаться с ребенком, не обязательно выделять там очень большое количество времени. Главное, что это время просто уделять каждый день понемножку. Чужих детей не бывает? Вы с этим согласны? Согласен, потому что есть такое изречение, тоже уже ставшее таким аксиомой, и символом отцовского движения, что я создаю окружение моего ребенка. То есть если я хочу для своего ребенка достойное окружение, я буду работать над этим. Вот мы, в принципе, над этими работами. Я хочу, чтобы мои дети жили в нормальной среде. Поэтому если будут расти дети бесхозные, без родителей, то есть они вырастут преступниками, как это часто бывает. И поэтому окружение моего ребенка будет вот такое. Сами создаем в себе свою жизнь. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, что пришли. Это был Андрей Есипов, председатель общественного движения Совет Отцов Архангельской области. Лучший способ сделать детей хорошими, сделать их счастливыми. Вот вам рецепт воспитания. А ответ на вопрос, как это сделать, папа и мама должны искать вместе. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok